Другая Испания В большой автономии находятся 7 природоохраняемых зон. Сегодня мы путешествуем по заповеднику Каяда-де-Асон, где берет свое начало река Асон с одного из самых больших водопадов в Испании. Сейчас мы с вами находимся на высоте практически 700 метров, и отсюда открываются потрясающие пейзажи на город Сент-Андер. Другая Испания «Столица мира», о чем можно прочитать на одной из вывесок, когда вы заезжаете в этот город? «Аредондо» Откуда у «Аредондо» этой небольшой деревушке, затерянной в горах столь высокий титул? Дело в том, что местные жители в конце 19 века, как это тогда было модно, отправлялись в Южную Америку в поисках своего счастья. И жители этого городка, многие имели там успех. Когда они возвращались на родину, они здесь строили большие красивые дома, которые здесь называют домами Индианос. И вот один из жителей решил даже построить высокую башню, с которой можно было бы видеть Сент-Андер. Сент-Андерас в нее, конечно, не видно, но башня является одной из достопримечательностей этого города. Фамильные гербы благородных семей – тоже не редкость на домах этого городишка. Горные серпантины «Кантабри» – излюбленное место для путешествий мотоциклистов. Их сегодня на дорогах видимо-невидимо. В Испании есть такие места, посещать которые лучше только зимой. Одним из таких мест является водопад реки Ассо. И знаете, почему только зимой? Ну, потому что на лето краник в этих водопадах выключают. Зимой в «Кантабри» вы можете и на пляжах позагорать. Сегодня у нас на пляжах плюс 25 градусов. А поднявшись в горы, поиграть немножко в снежки. Снега в этом году в «Кантабри» правда мало, но нас это совершенно не огорчает. Можно подняться на пике Европы, там снега больше, чем по колено. По всей территории национального парка «Карьяда да Ассон» можно увидеть вот такие маленькие сарайчики, которые в Испании называются кабанес. В них живут пастухи, которые выпасают свои стада. Вкус и овец. Спустившись по горным серпантинам заповедника «Карьяда да Ассон», мы приехали в мой любимый город, в Ирганес, чтобы здесь пообедать и немножко побродить по его каменным старинным улочкам. Зима – время цветения камелии, японская роза, которая здесь, на севере Испании, нашла свою вторую родину. Есть у нас в «Кантабри» и своя хиральда, как в Севилье. Немножко, наверное, красивее у нас. В 18 веке в городе Ильергамес были обнаружены лечебные источники. И с тех пор вся испанская знать приезжала сюда для отдыха на водах. А это мрачное здание, бывший оружейный завод, где делали стволы для пушек, которые отправлялись в дальнее плавание на кораблях. Город Ирганес – настоящий музей под открытым небом типичной кантабрийской архитектуры. Каменные домики, деревянные балкончики, даже зимой украшенные цветами, и мощенная плиткой улочки. Конец января, а у нас в Кантабрии уже вовсю цветет магнолия. Главной географической достопримечательностью города Ильергамес является гора Тетт. который вы видите на заднем плане, что по-русски просто означает «сисечки». Друзья, если вам понравился мой выпуск, жмите внизу «Класс», подписывайтесь на мой канал и обязательно делитесь с друзьями в соцсетях. И жду ваших комментариев. До новых встреч! Подписывайтесь на мой канал! Продолжение следует...